привет мои дорогие друзья сегодня мы продолжим с вами и повторять очередную видовременную форму и это будет present continuous пассивный залог present continuous passive voice ну уже из самого названия вы видите что present continuous это будет настоящее длящиеся но это будет настоящее длящиеся с глаголом be потому что мы помним что все пассивные залоги это глагол be плюс причастие прошедшего времени давайте попробуем вспомним вначале что глагол be он изменяется по лицам i am he is she is we are they are да но мы здесь рассматриваем глагол be еще как и смысловой глагол поэтому i am being we are being they are being he is being и так далее понятно что здесь сам глагол be к нему прибавляется инговое окончание а еще до него ставится смысловой вспомогательный глагол в зависимости от личного местоимения давайте смотреть как это выглядит на практике идем в учиться заходим в средний уровень находим present continuous present continuous пассив войс давайте смотреть это уже из раздела intermediate может быть даже уже и начало а по интермедии это предпреподают уже на продвинутых курсах и так давайте смотреть где он у нас мы его что-то и не видим давайте еще раз посмотрим сравнительное так антишин он козыз а вот он щелкаем по нему и начинаем значит нам нужно либо present continuous пассив либо паст континьюз прозив прозвит континьюз это айм being а паст континьюз это воз бейнг или в бейнг зависимости от личного местоимения но смотрите прогресс прогресс это слово понятно нам прогресс был сделан ну раз был значит и твоз потом мы должны поставить глагол бей в инговой форме воз бейнг и причастие прошедшего времени прогресс витал сбей мэйт отлично итак какое-то конкретное преступление за краем не расследовалась должным образом видите здесь прошедшее время она в прошлом не расследовалась и так воз раз она не расследовала то нужно отрицательную частицу not being да потому что это было длительное действие в прошлом еще и в пассиве инвестигейтед правильный глагол и надлежащим образом это наречие проповый ты край мы снапинь инвестигейт пропали когда появилось слово когда значит мы должны вопросительное слово поставить вперед да потом мы должны увидеть что авария это it раз it значит мы вспоминаем что глагол be в прошедшем времени when was конкретная авария the accident being раз у нас past continuous past continuous и причастие прошедшего времени when was the accident being reported when was the accident being reported его машина ага сейчас чинится да его машину чинят значит это present continuous данный момент ее чинит ага итак машина как раз сейчас значит и до машина и значит из добавляем being ага и находим части прошедшего времени от глагола репе глагол правильный и ты спин реперт как кориспин репер отлично машина не моется детьми видите все дело происходит сейчас это пассив до машина она не от не любая на свете а конкретная машина значит за кар до из надо искать теперь not из not раз это present continuous не забыть про being и вспоминаем вошь мыть правильный глагол вождь это сейчас кем она не моется ну детьми раз кем-то она моется значит нужно добавить предлог by 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 children the car is not being watched by children тебя заставляют идти туда тебя это значит ты ты это значит you значит если это вопрос значит а и у не забыть глагол be в инговой форме потому что это present continuous being теперь не забыть причастие прошедшего времени от глагола force force а юбин форст ага что сделать to go пойти туда аргубим форстико берете как все просто моя камера починили мою починили дело было в прошлом да у нас в русском языке здесь видите починили значит уже дело было раньше мы смотрим моя камера была починена май камера или у вас значит если это past continuous being я бы даже сказал что это предложение мою камеру чинили до вас being fixed правильный глагол моя камера господин фикст май камера воздвиг фикс деньги не были распределены правильно да какие все на свете деньги или конкретные я думаю какие-то конкретные да слушающие знает о каких деньгах идет речь а не были значит прошедшее время но деньги это неисчисляемые существительные деньги деньги не посчитать поэтому с ним нужно использовать глагол в единственном числе взимание воз потом надо найти частицу отрицательный нот потом нужно найти бисинговым окончанием потом назначены распределены аллокейт правильный глагол the right way the money was not being allocated the right way дома строятся профессионалами ну здесь не имеется ввиду какие-то конкретные дома вообще все все на свете до бездельниками и дураками дома не строятся поэтому how this а настоящий момент они строятся being причастие build кем они строятся by professionals ну как видите мы с вами посмотрели очередную видовременную форму данном случае это было present continuous past continuous пассивный залог выяснили что ничего сложного там нет формула простая глагол be и цинговым окончанием с ним еще один глагол be в нужной видовременной форме либо аэмбинк юа пинк хизбинк шизбинк и тыс бинк за и а бинк до или вы а бинк то же самое в прошедшем времени а его спинк ювы бинк за его бинк и дальше следует причастие прошедшего времени ничего сложного попробуйте сами потренировать эту видовременную форму это одна из самых трудных для понимания видовременных форм но если тренировать его то все можно спокойно сделать